всем привет с вами надежда на моем канале страничка надежды я уже выздоровела у меня уже никаких симптомов болезни нет отсидела я свой карантин спрашивали надя отсидела ли ты 14 дней в британии сидят не 14 дней а 10 дней отсидела то есть у меня вкус еще пока до конца не вернулся запах до конца не вернулся но уже нету слабости то есть я уже как бы выздоровела у меня как вы слышите жужжит печка мешает наверно слушать меня в там у меня готовится сладкий хлеб для ребят с изюмом там с разным а мне через буквально минут 20 надо будет выбегать бежать на занятия водить машину сейчас запекаю хлеб и уже иду собираться у меня болит зуб не может видите я так странно разговариваю не на нижней челюсти зуб болел всю ночь я только в 9 часов утра наконец-то уснула поспала совсем чуть-чуть в общем у меня болит зуб мне по идее надо было бы к врачу к зубному в бесплатной медицине я точно обращаться не буду расскажу в этом видео еще кое кое-чего неприятного что я узнала про бесплатную медицину в британии шокирующие такие новости поделюсь с вами то есть я буду обращаться только в платную платная медицина дорогущая но делать нечего потому что зуб болит в общем надо как-то с этим что-то делать в общем делюсь с вами своей жизнью своими делами каким-то маленькими большими своими расстройствами и своими радостями надо собираться мне знаете потешу меня в комментариях спрашивали надя как дети не заболели не нет дети не заболели у них было что-то вроде простуды у всех кроме агаши по моему что-то простуды около сопли горло но я делала тест лёши у него писать хочешь то есть у них были сопли ну вот у лёши в основном у лёши немножечко у миши я лёши делала тест он был отрицательный как бы нет они не заболели не знаю как так получается как эта модная болезнь распространяется мы живем в одном доме с агафьей мы спим в одной комнате и и она не заболела представляете кто-то мне писал что надя тебе нужно в маске дома ходить это так смешно прям я даже не знаю то ли смеяться то ли плакать у людей по моему точно крышу у некоторых сносит а кушать мне с детьми тоже в маске у меня отдельно кушать а еду готовить мне как перчатках наверное нет я не ходила в доме в маске противогазе не ходила перчатках не ходила переболела только я одна дети не болели не знаю почему сейчас я причешу агашику агаши сколько у нас времени не надо знать сколько время сколько сколько у агаки длиннющие волосы поэтому их приходится приходится их брошь как чесать чесать два раза в день утром один раз и один раз перед сном если это не делать то они все скатаются колтуном и придется их обрезать так также меня спрашивали надя будешь ли ты проходить иглоукалывания не буду называть это слово потому что на ютюбе она тоже под запретом но вы поняли да ширяться будет ли надя и всю семью колоть нет я не собираюсь на данный момент ничего такого делать мы не проходили никакие углоукалывания от модной болезни иммунитет я считаю должен сам справиться с этим моя болезнь показала это мамина болезнь показала это папин вниз показал меня общем много очень родственников переболела этой болезнью нормально все прошло у них поэтому нет мы не будем делать иглоукалывания кстати в британии на сегодняшний день 200 с чем-то с копейками там 200 тысяч заболевших в день вы представляете в день 200 тысяч заболевших в день при этом процент уколотых что-то около 83 или чуть больше процентов населения уколотых то есть 83 процентов сделали эту процедуру несмотря на это 200 тысяч тысяч в день заболевших я ни к чему не призываю я просто даю цифры вы там сами думаете анализируете логику включаете и так далее вот такие цифры для меня все понятно для меня понятно именно поэтому я такой выбор сделала вы уж там сами как вам подсказывает ваш мозг все агафик готова давай сколько там время мне уже пора это открыто мне пришла посылочка я хотела вам показать что это открыть не могу вы можете нужны вот здесь вот есть также люди в комментариях писали что мне надо было обратиться к врачу к врачу надо было обратиться дело в том что в британии такое правило не знаю где как в британии такое правило если ты у тебя тест показал положительный ты сидишь на самоизоляции ты не идешь к врачу если тебе совсем плохо тогда да ты вызываешь амбулант ты как бы едешь в больницу но пока ты не умираешь ты сидишь дома британии это так вот смотрите что я заказала давно уже заказала давно пришло но все никак не было времени ой так а это что это еще одна почему их две почему две должна быть одна насколько я понимаю сейчас агафи покажем так а почему а где проход прохода нет что-то я не поняла как это понимать проход это у нее нет и почему и две их почему-то две что я ничего не понимаю смотри что это королевская кровать королевская кровать красиво но смотри какая красота миш смотрите ну конечно полежи посмотри как нравится да ну вообще вот так у меня крючок там был сделали вот такую гони королевскую кровать если хочешь вылазить надо просто вот так вот так лев готов сейчас я его вытащил он будет остывать а я отвечу еще на кое-какой комментарий который был под видео который был под видео о моей болезни о том что я заболела модной болезнью не буду называть все поняли о чем да о чем я говорю было несколько комментариев надя твой тест не положительный а он как бы неправильный потому что там должно быть две яркие полосочки а у тебя одна полосочка не яркая так ли вообще пока не выходит я постоит лежит сейчас выйдет давайте вместе с вами прочитаем инструкцию что здесь написано по тестам я немножко спешу но как бы я думаю что мы успеем потому как я несколько человек написали потому как у меня одна полосочка была более слабая видно а вторая более сильная женщины кто делал когда-нибудь в своей жизни тест на беременность знает что если даже вторая полосочка слабенько проявилась это сто процентов ты беременная я делала своей жизни тест и я знаю о чем говорю тот же самый принцип и у этого теста от этой болезни сейчас я найду где-то тут а вот смотрите как бы показать это давайте вместе прочитаем вот она я нашла эту страничку смотрите что здесь написано positive result positive result two lines appear one colored line should be in the control line region c вот она c да and other colored line should be in the test line region t вот она да c и t и тут написано смотрите читайте two lines , one next to c and one next to t even faint line should show the test is positive то есть даже как вот здесь вот показана одна линия она слабенькая это все равно тест показывает позитивный то есть может быть вот так вот две яркие а может быть одна яркая одна слабая и этот тест позитивный такой был у меня тест ну в общем вот так вот вот в инструкции написано про эти линии если вот такая вот то есть только верхняя проявилась то это негативный если вот такая то это значит неправильно сделан тест то есть что-то пошло не так что-то неправильно вот как бы все есть инструкция которая степ-бай-степ так сказать поэтому я делаю вывод что мой тест сделан абсолютно правильный правильно проведенные одна линия яркая другая линия слабая и это это нормально для этого теста после сколько времени надо выбегать а можно еще посмотреть ваши комментарии еще поотвечать нужно если у меня время собака кстати собака перестала чихать перестала болеть и все у нее нормально мне писали что у меня также там код у кого-то там собака также вела себе во время короны модной болезни и у кого-то даже животное сдохло ну то есть и не выдержала очень может что у собаки был этот вирус но он как-то не показал тест и как вы помните я делала собаки тоже тест хотела проверить но он как бы показал что нет она не не больная не знаю больная она была или нет сейчас она чувствует себя хорошо так проверим что у нас тут выходит или нет да выходит бывает что хлеб не сразу выходит надо ему дать немножечко постоять и он выйдет можно даже его в печку обратно его засунуть то что он не влажный нормально оставлю оставлю вот такой вот у меня получился хлеб ну его надо на разрезе конечно смотреть сейчас я не буду разрезать он горячий писали также наде что надо изолировать детей как-то там куда-то их увести мне кажется это незачем делать дети прекрасно бессимптомно переболевают это как обычная ну не знаю как грипп как и другие болезни когда в семьей кто-то болеет во первых во вторых ну то есть мое мнение такое что не надо никуда увозить детей все как бы нормально а второе это то что их некуда увезти некуда у меня увезти детей нет у меня второго дома куда можно было бы их увезти так все ладно хлебушек у меня упакован у нас чедер у нас нету моцарелла ты не хочешь эксточить ну смотри как хочешь то есть не надо их точить ребятам пиццу закину замороженную ребята ребята это обычно делают сами да ой что там упало телефон так все петелью спрашивали мне как мои палец палец уже намного лучше намного уже лучше ну то есть я уже хожу нормально все как бы я его не напрягаю но уже намного лучше сейчас мы покормим курушек смотрите что ветер сделал причем я это два дня обратно ставила он опять это все разваливал ветер надо наверно убрать вообще полностью и до лета эту сетку сейчас кур покормлю дома и курушки у вас опять болото до девочки мои заказала комбикорм он пришел надо мне его высыпать сюда кончился комбикорм девочки мои ничего еще зерна им дам еще зерно есть пока несется одна только курица одна курица самая боевая только она несется по этому комбикорму ой смотрите лед лед на земле видите то есть ночью был минус видимо здесь у меня грядка с чесноком уже вовсю растет до девчонки конечно на теле курушки так одно яичко вот она вот это черное как раз она и несет другие не несут яйца пока что зацепилась на те девочки на теле на зерна кушай кушай зерна еще вечером да все яичко забираю спасибо курушка на такое яичко это польская курочка ну я и называю вот она польская который из польши наверное яйца были из польши если вы помните мне поляк привозил пищевое яйцо ой у меня руки мокрые пищевое яйцо из которого вылупились цыплята сейчас я быстренько ребятам сделаю еще чай я знаю что вы мне 20 раз сейчас напишите надя почему у тебя дети а дальше разные вариации сами себе не готовят не помогают или там еще чего-то сейчас я на этот вопрос отвечу пока у меня время есть у меня как же здесь шумы такие в кухне шумы в кухне попробую ответить ну вот например кур кормить дети прекрасно помогают все время пока я болела я кур вообще не кормила от слова совсем я вообще на улицу не выходила насчет готовки у меня в морозилке всегда есть какая-то еда которую дети могут сами себе приготовить и они это готовят тоже самую яичницу они сами могут себе приготовить до супы они там какие-то блюда себе не готовят я говорю про оставших естественно не про агафью но вот но вот такую простую еду естественно они готовят насчет того что вам дети помогают или не помогают вы должны понимать что мой мои видео они не отображают полностью мою же моей жизни то есть вы видите 10 20 минут моей жизни как вы понимаете у меня намного больше часов в моей жизни но надо сказать что да я не напрягаю у своих детей какой-то домашней работой я считаю это моя работа они живут у меня дома и такие вещи как помыть пол или там посуду помыть или обед приготовить я считаю это обязанность мамы если бы я выходила бы на работу с утра до вечера работала меня не было бы времени да конечно не бы не было выбора и пришлось бы себя так сказать себя что обслуживать вот так но потому как я не работаю я не хожу на работу вот так вот что прям по 8 часов в день я хожу на работу но не по 8 часов в день мне моя работа вполне позволяет обслуживать своих детей вот так скажем кроме того что я считаю это их это моя обязанность их обслуживать когда в они будут свои семьи они будут тоже обслуживать свои семьи то есть вот такой вот у меня ответ на комментарий который периодически выскальзывает выпрыгивают у меня под моими видео о том что ж такое надя ужас ужасные дети не работают там не помогают но первых я ответила что они помогают там где они могут помогать например к примеру их комната она полностью их комната и они сами там наводят порядок сами все делают они мне помогают когда я болею ну например с курами да как я сказала я вообще не выходила на улицу я не могла выходить на улицу и они сами себя конечно же курбят ну конечно они не готовят там борщи там первые вторые блюда но прокормить себя они могут потому что холодильник стоит там есть еда они из этого что-то там себе выбирают готовить и так далее к тому же мы живем в городе у нас есть магазин если вдруг представить что в холодильнике бы не было бы еды они бы сходили бы в магазин и приготовили себе ту же самую пиццу там бургер какой-то что-то такое да то есть то что могут может ребенок приготовить у нас есть бекон который можно пожарить у нас есть яйца бинцы ну в общем полно еды которой можно покормить себя и своего брата или там свою сестру ну и кроме того что вы видите всего лишь 10 минут из моей жизни минут моей жизни намного больше в общем все я закрываю рот дети сами пиццы и разберутся я убегаю я убежала давай 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 скрывай все все учительница уже приехала так надо закатить я убегаю я убегаю вот